Вот так после реконструкции будет выглядеть центральная набережная Лазаревского района Сочи. Благоустройство будет проходить в четыре этапа. Первый запланирован на конец года. Это реконструкция участка от улицы Калараша до Социалистической. В планах установка более 250 элементов благоустройства, озеленение, замена более 10 тысяч квадратных метров плитки, а также устройство дренажных и берегозащитных систем. А на набережные пансионата Гренада снесут причал. Это позволит расширить набережную и удлинить прогулочную зону. Проект реконструкции представили на заседании общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса города. Масштабные инфраструктурные проекты при подготовке к Олимпийским играм были реализованы в первую очередь в Альдерском, Центральном и Хосинских районах. Считаем актуальным благоустройство территории Лазаревского района. Почему? Потому что на сегодняшний день каждый из вас видит инфраструктуру и инфраструктура наших въездных ворот, так называемых, со стороны Краснодарского края, они находятся в не сильно хороших расстояниях. Было отмечено, параллельно разрабатывается и альтернативный вариант благоустройства набережной в Лазаревском районе. Сегодня первое общественное публичное обсуждение – это проекты, которые требуют доработки, которые требуют учета мнений, прежде всего жителей, горожан, для того, чтобы видеть то, как мы хотели бы, чтобы выглядели наши набережные, чтобы выглядела зона променада. Вот эти проекты пройдут широкое общественное обсуждение и только после этого приступят к их реализации. Набережную в Лазаревском благоустроят за счет средств курортного сбора. Сейчас в копилке 275 миллионов. Деньги направят и на реконструкцию набережной в Центральном районе города. После строительства моста через реку Сочи это будет единый променад от ривьеры до цирка. Основная задача на первом этапе – это максимально открыть вид на море. Это работа многоплановая, и вы сами без меня знаете количество объектов, которые находятся на этой территории. С каждым из них будет вестись соответствующая работа по закону, подчеркиваю, по закону. Люди едут смотреть на море. Вы это все прекрасно знаете. На центральной набережной, естественно, болевые точки – это те строения, которые сегодня закрывают вид на море. Если мы говорим о том, что левая сторона – это торговые точки, общепит, то правая сторона, которая закрывает, есть те строения, которые закрывают вид на море. По поручению главы мы должны освободить всю эту правую часть. Работа с собственниками торговых точек уже дает результаты. На верхней набережной Ривьеры, например, уже снесли более 30 ларьков. Теперь там благоустраивают сквер. Обсудили на заседании общественного совета и планы на предстоящий летний сезон. В связи с ситуацией с коронавирусом, гостей из Азии в Сочи ждать не приходится. Ставка не только на внутренний туризм. Отдыхать в Сочи приедут гости из Израиля. В прошлом году, например, цифра более 65 тысяч человек. Ждут и туристов из стран Персидского залива. К нам уже летают самолеты из Дубая. В Сочи разработан проект по организации чартерных рейсов для путешественников из Саудовской Аравии и Бахрейна. Особо было отмечено, что активнее рекламировать нужно медицинские и бальнеологические возможности курорта. Скоро специалистов в этой области в Сочи станет больше. Мэрия курорта и Сочинский госуниверситет готовят письмо в Миноборнауки России с предложением создать кафедру медицинского направления. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.